Добрый день! В прямом эфире программа «Вести Ульяновск» в студии Ксения Грищенко. Смотрите выпуски. Серьезный вклад в будущее города атомщиков в Димитровграде только что открылся лицей ядерных технологий. Подробности через минуту. Крышу снесло месяц назад, но никому кроме жильцов нет до этого дела. Платить 900 тысяч за ремонт или ждать капитального до 2030 года. 23 утонувших за купальный сезон. Среди них есть дети-спасатели. Рассказывают о подводных опасностях на привычных ульяновских пляжах. В Димитровграде только что открылся лицей ядерных технологий. На торжественную церемонию приехали федеральные гости, в числе которых министр просвещения России. Уровень мероприятий указывает на значимость учебного заведения не только для нашего региона, но и для всей страны. Об уникальном детище нацпроекта образования Артем Петров. Я закатываю. У Алены Анатольевны смотрите внимательно. Футболочка опущена. Они как две капли воды вместе выбрали профессию. Учились в одном вузе, но работать вдвоем не получалось. Весь десятилетие. Новый лицей ядерных технологий, который возвели в Димитровграде, помог реализовать заветную мечту сестер Алены и Оксаны Ветрук. Судьба. Судьба с восьмого года. В 23-м году у нас получилось. Мечта сбылась. Своды нового лицея также объединят больше 1200 детей. Изначально планировалось, что учиться сюда пойдет 1101 школьник. Но желающих оказалось куда больше. Новое образовательное учреждение поможет разгрузить местные школы, где дети учатся в две смены. Для Димитровграда это первая за два десятка лет построенная школа. А сам лицей – это вклад в будущее города атомщиков. Какой класс у вас? В Димитровграде. В Димитровграде тоже, да? Ну, переходим в две. А с восьмого класса? Любите физику? Да. Что будете давать? Куда пойдете? Математику. Физика и информатика. Физика и информатика, да. В лицее ядерных технологий с первого сентября заработают профильные классы. Один из них – химико-биологический. Среди прочих специальностей в нем будут обучать будущих врачей. В этом кабинете установлен так называемый стол пирогового оборудования, который используют ведущие медицинские вузы России. Уже со школы будущие диагностики и хирурги смогут оттачивать профессиональное мастерство. Современные образовательные технологии позволяют расширить возможности профессионального оборудования. Стол пирогового будет полезен почти для каждого возраста. Стол пироговая – вещь универсальная. Она подходит не только для старшеклассников и девятиклассников, которые изучают анатомию и общую биологию, но так как совсем скоро появится еще курс общей биологии, поэтому это подходит для пятиклассников, шестиклассников и так далее. Как бы для всей школы, в принципе, полностью. Для уроков биологии. Димитровград – город атомщиков. Здесь расположен один из крупнейших в мире центров ядерной медицины. В рамках университетских суббот преподавать в новом лицее будут и специалисты Федерального медико-биологического агентства. За нами закрепили пять внештатных специалистов по разделам. Это и онкология, это и неотложная помощь, это и травматология. И наши ребята будут не только погружаться в профессию, они будут готовиться уже к поступлению в медицинский вуз и присматривать себе место. Лицей ядерных технологий оснащен уникальным лабораторным комплексом. Скоро появится даже квантовый компьютер. Ученики под патронатом опытных педагогов смогут проводить собственные исследования. Этот лицей, это уже первая площадка для развития стартапов наших детей. Я уверена, что в стенах этого уникального учреждения дети будут разрабатывать свои исследования. Наука будет рождаться здесь. Одна из ключевых составляющих учебного процесса, его безопасность. Министру просвещения России рассказали, в новом лицее она обеспечена на высоком уровне. Также Сергей Кравцов осмотрел научно-образовательные центры. Артем Петров, Сергей Свешников, Ведомир Губеев. Вести. Ульяновск. Жизнь под открытым небом. Июльский ураган снес кровлю многоквартирного дома номер 15 по проезду нефтеразведчика в Белом Ключе. ЧП произошло почти месяц назад, а на помощь людям так никто и не пришел. Почему власти и управляющие компании оставляют людей без крыши над головой и какие последствия несет для жильцов? По сути, дырявый потолок узнавал Максим Бажанов. Будут проблемы с дырявой крышей, звоните в аварийку. От такого ответа обслуживающие компании после хулиганства стихии местные жители до сих пор в легком шоке. Мол, вы собственники, вы и должны платить за ремонт крыши. И все равно, что стоимость его достаточно круглая. Почти 900 тысяч рублей. С крыши пострадавшего дома сегодня открывается вот такая прекрасная панорама, но жителей она никак не радует. Когда обслуживающая компания приехала на место, максимум, что они сделали, натянули целлофан, который сегодня уже пришел в непригодность. И по сути, местные жители сегодня живут под открытым небом. У нас здесь стена полностью пролита до низу, до соседей. То есть их тоже затопила. Вендикация, электрика, ну и обои, соответственно, все. Полиция, вот прям вообще тихло, все. Семья Камлиных одни из тех, кто успел познать прелести жизни под открытым небом. Всего несколько дождей полностью уничтожили ремонт в их квартире. А сырость и влага, можно сказать, прописались в жилплощади. Павел и Мария сегодня боятся жить дома. Высока вероятность, что от воды однажды коротнет электричество. Квартиру залило, обои отошли. Есть штукатурка частями валится. Электричество отключаем, потому что ребенок дома. Дождь, если пойдет, это может закончиться плохо. За помощью местные жители стучатся во все инстанции. Но их проблему как будто не хотят замечать. Все молчат. Как нам пояснили в городе, капремонт в доме запланирован только на 30-е годы. Режим чрезвычайной ситуации из-за урагана не вводился, а значит и двигать его с руки не будут. Ремонт – дело местных жителей. Дом находится на непосредственной форме управления. То есть ранее собственниками был заключен договор со специализированной организацией обслуживающая компания. Но в минимальном перечне работ, который не включал какие-либо виды работ именно в рамках крышных. Контракт с обслуживающей компанией действительно предупределил судьбу пострадавших людей. Юрист подтвердила слова муниципалитета. Даже если люди ежемесячно платили деньги, а в контракте работы не предусмотрены, они производиться не будут. Если же муниципальных квартир в доме нет, все они приватизированы, частные, в частных руках, то, соответственно, граждане, собственники сами должны решать вопрос с ремонтом того имущества в собственности, которую у них находят. Итого, осень с дождями приближаются, крыша у дома дырявая и делать ее никто не собирается, причем законно. Но законно ли то, что в 21 веке простые люди из-за стихии становятся заложниками судьбы? Открытый вопрос. Максим Бажанов, Дамир Губеев, Денис Миронов. Вести. Ульяновск. За это лето в нашем регионе утонуло 23 человека, среди которых шестеро детей. Одна из трагедий произошла 19 августа. В поселке Ленинский утонул молодой мужчина, спасая маленького ребенка. В связи с этим ульяновские спасатели провели рейды по несанкционированным местам купания, а водолазы обследовали прибрежное дно Волги у кафе «Роза ветров». Мы нашли яму глубиной от 7 метров. Мы ограждаем ее буйками, дабы предупредить граждан, что купание там опасно. По словам специалистов, такие ямы могут непредсказуемо образовываться из-за движения воды и речных течений. Поэтому, заходя в воду по песчаному дну, нужно соблюдать максимальную осторожность, а лучше отдыхать в тех местах, где там разрешено. К сожалению, купальный сезон в этом году не обходится без жертв. Он еще, как говорится, не закрыт. Но уже у нас по статистике есть утонувшие. К сожалению, есть среди них и подростки, и в возрасте люди. Первая причина основная – это купание в социальных местах, где непосредственно не дежурят спасатели и не могут экстренно оказать помощь. Не смогут помочь, если отдыхающие употребляют на пляже спиртные напитки. Во время рейдов нарушители штрафуют на 500 рублей. Еще раз напоминаю, купаться в Ульяновске можно только на центральном Волжском пляже. Там за сезон профессионалы спасли жизни семерым утопающим. Это «Вести Ульяновск». Мы продолжаем выпуск. В Ульяновском музее археологии. Новые экспонаты. Это находки с раскопок, которые проводились в новом сезоне на территории нашего края. Посетители выставки увидят древние артефакты протославян, тюрков и мордовских племен, которые населяли по Волжье в раннее Средневековье. На стендах представлены предметы быта, оружия и украшения. Ангелина Смольянова впервые отправилась на раскопки в 2019 году. Уже около четырех лет наравне с опытными археологами она помогает писать вехи истории нашей области. Кремниевые пластины, которые отыскала Ангелина, представлены на экспозиции. Я испытала очень большую радость и гордость за то, что я своими руками достала предмет, которому более тысячи лет. Особенность этой выставки состоит в том, что половина археологических находок была обнаружена и представлена общественности при помощи детей. Нуклюсы, скребки, пластины, наконечники, горшки и древние кувшины заполняют лакуны истории нашего края. Некоторым из них более 15 тысяч лет. Те самые вещи, которые они перебирали в своих собственных ручонках, отмывали их от глины, во всевозможных приспособлениях, они видят здесь под большими вот этими прожекторами, с большим вниманием. То есть, разумеется, происходит понимание того, что этот материал значим, он необходим. До недавнего времени считалось, что в нашем регионе археологические памятники позднего палеолита еще не открыты. Начиная с 20-х годов прошлого столетия, московские археологи только пытались найти находки того периода. Александр Вискалин положил практически всю жизнь, чтобы их отыскать. Проходит почти 100 лет, даже больше 100 лет, и мы находим подобные памятники. В некотором отношении это сенсационное открытие. Узнать подробнее об экспозиции можно будет до 15 февраля в выставочном зале музея археологии Симбирского края. Дарья Цибина, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Ульяновские пловцы-марафонцы совершили экстремальный заплыв в акватории залива Петра Великого. 15 лет передавали друг другу эстафету и следовали по маршруту Владивосток, Большой Камень, Находка, Владивосток. В недельном заплыве приняли участие 35 пловцов из разных регионов, в том числе и наши Ольга Соколова и Елена Семенова. Они преодолели вплавь больше 230 километров Японского моря. Мы плыли, сменяя друг друга. То есть были лодки, в которых находились спортсмены, ждали свой этап и передавали друг другу эстафету. Нужно было проплыть 230 километров, а команда проплыла 315,5 километра. Кроме сильной физической нагрузки, спортсмены испытали на себе последствия непогоды и тропического циклона. Теплая была по сравнению с Беринговым проливом, но только нам помешал немного тайфун Ханум. Солнца не было, был ветер, волна, порой была достаточно сильная волна и дождь, почти все время дождь, иногда проливной. Россия вперед! Всем участникам рекордного эстафетного заплыва «Россия вперед!» вручили дипломы и благодарственные письма. А сейчас Ольга и Елена набираются сил для новых свершений. В следующем году планируют организовать заплыв в акватории Курильских островов. Если все удастся, то наши спортсменки примут и в нем участие. Полсотни юных гонщиков из разных регионов страны сражались за путевку в большой автоспорт. В Ульяновске завершаются финальные заезды любительского детско-юношеского турнира «СМП Рейсинг». Участники уже показали свои силы на закрытой трассе. Впереди испытания на улице. Репортаж за рулем. Каждому участнику турнира необходимо на время преодолеть больше 500 метров скользкой, извилистой трассы. Трасса включает в себя набор разнообразных поворотов, шпилек, эсек, комбинирование правых-левых поворотов. Причем нужно не только оказаться быстрее своих соперников, но и не допустить грубых ошибок. И это удается лишь тем, кто хорошо чувствует свой карт. Максимальная скорость карты 50 км в час. Но эту цифру достигают только опытные гонщики, которые ради победы готовы на все. Свой личный рекорд уже установил Сергей Лешин. 38,5 секунд достаточно гонщику, чтобы преодолеть всю дистанцию. За годы тренировок спортсмен выработал таксику, которая позволяет достигать хороших результатов. Очень много вката должно быть. Конечно, минимум дрифта. И максимальная концентрация. Ни на что не отвлекаясь. Только трасса, только вперед. Самому молодому участнику соревнований недавно исполнилось 9 лет. И свой первый круг на турнире он проехал быстрее соперников. Есть маленькие ошибки, которые надо мне исправить срочно. О яркой спортивной карьере грезит и Виктория Тищенко. Девочка часто смотрит с папой Формулу-1. И уже знает, кем хочет стать, когда вырастет. Я сказал папе, что я когда вырасту, я тоже стану гонщиком. И он мне сказал, что пока ты можешь ходить на карты, чтобы стать великим гонщиком. А еще тот, кто освоил гоночный автомобиль, будет уверенно себя чувствовать за рулем любого транспорта и на любой дороге. Чувство сноса, чувство скорости, чувство габаритов. Лучше, чем в картинге, нигде не преливается. Ни в одной автошколе. Организовали турнир для детей и подростков, гонщики, имена которых известны во всем мире. Нам нужна всем смена, а это яркие, горящие глаза детворы, которые превращаются потом в профессиональных пилотов. Лучшим гонщикам межрегионального турнира предстоит побороться за победу в финале, который состоится в сентябре в Москве. Главная награда – возможность попробовать себя в профессиональных автомобильных гонках. Кроме того, победитель получит финансирование для выступлений в течение всего следующего сезона. Ирина Шмыгова и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. На этом выпуск программы «Вести. Ульяновск» подходит к концу. Далее информация о погоде. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Сейчас в Ульяновске 20 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова